уважаемые друзья рыболовы всем крепкого здоровья у нас сегодня как минимум не обычная рыбалка хотя бы потому что я тащу за собой вот такие вот здоровенные самки в общем ребят прибыл я на место буду раскладывать пол бурые клинки Огно просверлил, очищу, поставлю пол и сверху буду ставить палатку. Звучит палатку. палатку я устойчиво закрепил растяжки растянул сейчас будем с вами ставить печку поджигать это дело закармливать луночки бурить еще лунки еще закармливать и начинать рыбалку и буду делиться с вами некоторыми мыслями по поводу всего этого в общем те кто за каналом следят знают что у меня был теплообменник ну в общем теплообменник вместе с баллоном вместе с плиткой гефест вместе со шлангом и редуктором я продал на авито и на вырученные деньги купил себе печку из нержавейки 15 литровая печка потому что кпд намного больше потому что вес меньше сейчас вот я прошел примерно где-то пол километра по льду и я даже можно сказать что не вспотел а тогда когда у меня был газовый баллон теплообменник все остальное у меня веса было наверное килограмм ну на 7 было больше единственное что плохо это то что брикеты топливные они достаточно тяжелые сами по себе но я так думаю что на одну ночь рыбалки хватит всего на все 4 брикета это мы сегодня с вами будем измерять как эти будут брикеты гореть ну и собственно говоря посмотрим как вообще получится у меня с этой печкой подружиться потому что огнеупорных экранов на палатке у меня пока нету я просто пришел чтобы попробовать как она вообще себя будет вести так что смотрите я думаю что будет интересно название печки потому что это не реклама такая вот так что если кому-то будет надо или если кто-то узнает эту печку то хорошо печка это из нержавейки толщина нержавейки 07 сейчас буду ее разбирать доставлять и будем начинать подготовку к поджигу так ну что трубу я сейчас будем пробовать поджигать я взял сухое горючее вот такое и сейчас мы попробуем его запалить ну я думаю что он должен нормально зашает 1 пошел Брикетик, наверное, положим сейчас сразу же. Вот так вот. Ну что, потихонечку, как видите, начинает шарить. Уже в палокте становится довольно-таки тепло. И сейчас буду закармливать грязные. Луночки я закормил. Печка, пока я лунки кормил, у меня уже стала вот такого цвета, бордового. Тут тепло, как в бане. То есть можно смело раздеваться и рыбачить, собственно говоря, в одной кофте. Сейчас буду настраивать удочки и выставляться и пробовать уже ловить. В общем, первую удочку я настроил с поплавочком. Вот такая вот удилка у меня, длинная достаточно. Вот поплавочек там. Печурка вот чуть-чуть потрескивает. Сижу уже все в одной кофте, потому что жара. Поставил еще одну удочку с вот таким сторожком щербаковых, который начинает пищать, если вдруг поднимет или опустит. Вот, но сейчас можно пойти и проверить те лунки, которые у нас снаружи палатки. Пробежать с безмотылкой. Да, кстати, опустил подводную камеру уже сюда. Уже пришла первая рыбка. Правда, пока окуньки только, но ждем подхода белой рыбы. До вечера еще время есть. Ага, ага, ага. О, кунек. Ну-ка, кунек опять. Ох, как тут хорошо. Ташкент. Ташкент, 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 ташкент. В общем, когда в палатку только заходишь, первое желание, которое есть, это скорее снять шапку. Вот. Потому что, на самом деле, тепло. Очень тепло. У меня вот в прошлый год вышло видео, где я тоже приехал на пруд, на домашний. Тоже поставил эту же самую палатку, но у меня был теплообменник. Ну, вот я там показал, какую я там раскладушку себе купил. Вот. Какой теплообменник, палатка там, пол, все остальное. И вы знаете, столько отзывов было негативных о том, что да вот, это не рыбалка, а просто какие-то понты. Вот, если честно, было настолько как-то, даже не то чтобы обидно, а я просто не понимаю людей. Вот. Ты вроде бы приходишь, показываешь то, что ты приобрел, как ты обустроил быт свой. Ну, то есть, грубо говоря, зовешь людей к себе в гости, да? И люди приходят, смотрят и начинают говорить о том, что да вот это понты, там троллевали, мы там со свечками сидим там в палатках. Я тоже сидел со свечками в палатках, ребят. Вот. Но, есть вот у меня возможность купить себе печку. Я ее купил. Зато я сейчас могу приехать на большое водохранилище, забуриться конкретно на леща, посидеть сутки двое, трое даже. Ставить раскладушку, готовить, есть прямо тут же на печке. Вообще, если честно, печка вообще, я прям очень сильно доволен, я прям очень доволен. Никакого запаха газа нет, тепло намного больше, намного больше тепла, чем от теплообменника. Приятное потрескивание, вот как бы звучит так, да? А ведь уюта добавляет, потрескивание вот этого от горения, огня. Вот. Что еще? Есть легкий приятный аромат горящей древесины, вот этих вот брикетов. Это же и прессованное дерево. Вот. Ну и в целом, я не вижу абсолютно никаких минусов. Почему люди так конятся за теплообменником, не знаю. Вот у меня палатка здесь, она идет трехслойная, но у нее нет, получается, внутреннего тента, или как он называется. И поэтому она тепло, как бы она выводит, отводит она от себя тепла намного больше, чем палатка, которая вот там в несколько слоев. Но она и стоит намного дешевле. То есть эта палатка два на два, она мне обошлась в восемь тысяч. Вот. И в такую палатку печку поставить, это вообще прям красота. Это прям красота. И тем более эту печку можно и летом куда-то, и осенью на рыбалку с собой брать. Что я сегодня вообще хотел испытать? Я хотел просто испытать, как у меня будет работать печка, какие у меня будут ощущения и так далее. Но в конечном итоге печку я испытал, ощущения только положительные. Че я дурак, сразу же печку не купил, не знаю. В общем, рыбалка сейчас пока что складывается. Ни шатка, ни валка. Под лунками у нас под этими плавают мелкие окуньки. Круг, тот который я прикормил, здесь на большой глубине я прошел. Тоже рыбы нет. Пропадается какая-то мелочь. Поэтому, чтобы уж прям совсем не пролететь, сейчас попью чаю. Отрежу себе кусок колбасы. Заряжусь энергией. И пойду под берег бурить лунки, искать окуней. Хотя бы немножко окуньков половить. Чтобы уже прям с чистой совестью и душой можно было ехать домой. Наверное, самый главный аргумент, который вот в пользу печки. Это все-таки то, что вес намного меньше становится. Поклажа всей. То есть вес становится намного меньше. Когда вот я тащил теплообменник. Баллон этот газ большой на 12 литров. Потому что надо же там ночь сидеть, надо чем-то отапливаться. То есть вес у меня был очень большой. Поклажа реально была тяжелая. Я еще взял в прошлый год достаточно тяжелую раскладушку. Которая у меня тоже весит очень много килограммов. Так что вот наверно тоже буду продавать ее. Ладно, пора одевать рукавицы, брать ледобур и идти по берег бурить окуней. Попробовать наловить рыбки на уху. Вот кто-то тут ловил рыбку сегодня. Давайте попробуем бурить. Ну вот тут плавают полосочки. Плохо правда видно, но есть. Есть. Стоят. Все, попробуем половить. О, есть. Ну как окунек пойдет. Мелковат правда. Мелковат правда. Ай. На новости. Мелковат. Здравствуй тетенька ты откуда тут взялась сидим там значит на глубине пытаемся поймать она здесь ой-ой-ой получше и интересней он тоже пойдет какая глистоперая смотрите попала горбатая с обратной стороны только без прикорма берет хорошая толстая прикольно красота какая закат красивый но ветреный сегодня поэтому на большую воду сегодня не поехал у меня там просто сдуло вдоль берега иду вроде как ветра нет на шире выходишь все начинает сдувать пришел я снова в палатку сейчас наверное возьму удочку свою черту пойду еще раз кормленные лунки проверю ну и наверное уже можно будет потихонечку сваливать что-то есть ой что-то попало кто-то там бьется так так вот поклевка какая была вниз потолще потолще чем все равно не крупный Эх, красота, кто к рыбе не клюет Ну ладно Рыбалочка подошла к завершению Основную задачу на сегодня я выполнил Испытал печку, печка мне понравилась в работе Я прям вот нисколько не пожалел, что продал теплообменник И перешел на обогрев с помощью печки Значит рыба под лунками, под этими кормленными Которые здесь вот под палаткой была Это были небольшие окуньки И они тихонечко плавали и жрали прикормку и малинку Но я собственно говоря их не ловил Бегал по лункам И на кормленных лунках уже получается на завершающем круге Попался один окунек вот такого размера Чуть больше чем средний окунь, который попадается На этом водохранилище Но также неплохо половил на безмотылочку у берега То есть грубо говоря, если бы я не пошел к берегу То рыбалка была бы вообще абсолютно никакая Но самое главное это то, что я все-таки испытал Палатку вместе с печкой в деле Теперь я уже точно знаю, что можно смело ехать на рыбалочку с ночевой Если это видео со скромными по рыбе результатами все-таки вам понравилось Пожалуйста оцените его каким-нибудь комментарием Мне это будет очень приятно Ну а у меня на этом все Пора собираться, складывать печку, собирать манатки и сваливать домой Увидимся с вами в следующем видео Всем пока!